Ну а для незаконного заработка злоумышленники чаще всего прибегают к телефонному мошенничеству. С начала года в Чувашии было зарегистрировано 6 фактов подобных преступлений. Подробности в следующем сюжете. 31 января неизвестный позвонил 83-летней жительнице города Чебоксары и сообщил, что ее племянник попал в полицию. Для освобождения его якобы от уголовной ответственности женщина передала незнакомому мужчине 60 тысяч рублей. Аналогичным образом были похищены деньги и у 75-летней пенсионерки столицы Чувашии. Полицейские республики нашли преступника. Как оказалось, действовал он по классической схеме. Телефонные звонки с печальными известиями заставляли раскошеливаться пенсионеров. Таких схем, как оказалось, несколько. Одна из них вот такова. Поступает на ваш телефон звонок. Неизвестный сообщает, что ваш сын, либо ваш близкий родственник попал в ДТП. Ну, как правило, представляется он сотрудником правоохранительных органов. И для того, чтобы избежать наказания, якобы необходимо либо перевести деньги на номер телефона, на номер счета, который они сообщают, либо передать его третьему лицу. Вот ни в коем случае так делать нельзя. И вторая схема, она связана с банковскими картами. На ваш телефон поступает сообщение, что ваша карта заблокирована. Для того, чтобы ее разблокировать или узнать какие-то подробности, прилагается номер телефона. Вы звоните по нему. Неизвестный, представившись сотрудником банка, спрашивает у вас данные вашей карты. Либо номер, либо пин-код. И если вы их назовете, то вы лишаетесь своих средств. Мошенника, звонившего пенсионерам, удалось вычислить в Новосибирской области. Им оказался неоднократно судимый житель города Бердска. На его совести как минимум 20 потерпевших и более 300 тысяч рублей общего ущерба. МВД Почуваший предупреждает, будьте бдительны и не верьте подобным телефонным звонкам. А также позаботьтесь о том, чтобы ваши пожилые родственники или знакомые не пострадали от мошенников. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.